И по домам почти с чувством мудрным, музыка погрузилась вон за утренние. Хорошая музыка, соответственное настроение, залог успеха любого задания. Едем мы с вами сейчас на после аукционную распродажу. Что это такое, я снимал видео еще 7 лет назад, ссылочку прикреплю. Более подробно на этот счет мы поговорим с вами в конце передачи. Может быть удастся что-то купить, рассмотрим более предметно. А сейчас в коридоре нас встречает вот этот замечательный столик, который я хотел посмотреть. Английский столик письменный, 500 евро он в старте стоил. И сейчас его за столько же отдают. Вот зеленая кожа, есть коричневая, есть бордовая. Главная прелесть его в том, что он маленький. Маленький, гораздо лучше продаются, на них больше заказов всегда. И вот эта вот кожа должна быть в отличном состоянии. Потому что она практически не реставрируется и очень дорого стоит. Очень неплохая картина, чуть ли не девятый вала Ивайзовского. По-моему, насколько помню, в описании стоял начало 19 века. Сигнированно. Ну и плюс, конечно, для Гамбурга тема актуальная. 440 евро она стоит. За эти же деньги ее можно забрать. Удивительно, что она не продалась. Сейчас посмотрим одну китайскую вазу, которую меня попросили осмотреть и предоставить более подробные фотографии. Это старый китайский порцелан, сделанный под династию кайзера Юнчен. 16, 17, 18 века. Вон она повреждена. Вот так и было на фотографиях. На дне штемпель под него. Надо мне было сейчас задокументировать. Делфовская тарелочка, простенькая. Здесь кое-что. Дрезден, по-моему, порцеланчик. Ничего интересного. Из старинной китайский дорожный сундучок. 17, максимум начало 18 века. Который брали с собой. Но подлежит он, конечно, реставрации в убитом таком состоянии. Но вещь очень интересная. В замок, как подобным. Роспись какая красивая. Она в отдельной 50-60-х годов. Ваза была очень популярна. Светильник. Замечательный какой, смотрите, ротановый набор. 4 кресла. Но, к сожалению, он продан. В старте был 100. За 250 его забрали. 4 кресла. Несколько витрин здесь забито серебром. Который тоже выставлен на продажу свободную. Можно, как я уже говорил, это после аукционной распродажи. Здесь можно в этом плане поторговаться. Я потом в конце видео вам еще раз в дополнение к своему старому 7-летнему видео еще раз расскажу, как это делается. Когда я прихожу на такой аукцион, чтобы не уходить с пустыми руками, приходится перебирать вот это серебришко. И, в принципе, я думаю, что и сегодня мы сделаем несколько покупок. Вот здесь ориенталиш, восточные прелести. Здесь скатулка выставлена на продажу. Еще там несколько вещей. Смотрю внизу. Придется покопаться. Вот очень интересные каминные часы. Это Франция. Вторая половина 19 века. Охотник на привале. Корпус. Работа принадлежит знаменитому французскому мастеру. Филипп Муррей. Я специально замедлил, чтобы была возможность больше наслаждаться этими часами. Часто он очень сотрудничал с часовщиком Джоли Фрегас. Если этот тендем имеет место в данном случае быть, то цена их начинается с полутора тысяч евро. Штемпель его, PH Муррей, на корпусе я обнаружил. То есть корпус по-любому принадлежит работе этого мастера. Оно принадлежит ли часовой механизм работе второго мастера. Я сейчас судить не могу. Рассматривать нет времени. Вот небольшая коллекция венской бронзы. По неподтвержденным данным Максим Горький и Хемингуэй были заядлыми коллекционерами этих фигурок животных. Экзотических животных. Людей. Эротические сцены часто представлены. Вон крокодильчик, тащик, мегретенка. Здесь необходимо обращать внимание на качество работы и желательно на штемпеля. Наиболее известными производителями были Берман и Беркман. Но сейчас именно тот случай, когда сожалеешь, что не участвовал на аукционе. Как-то в предварительном просмотре я просмотрел эту вещь. Эту вот подставку для цветов или для вас. Выполненной в Клазанэ стиле. Эти Тацинфусы вроде указывают на то, что это Германия. А может быть и Франция. Надо мотив посмотреть. Поправьте меня, если я не прав. Но вещь просто обалденная. 500 евро она была в старте. И около 1000 евро она ушла. Конечно, я бы ее забрал даже просто домой. Восхищение, конечно, работа достойная. Оникс. Основа. Даже стоящий рядом Мэйсон сервиз не затмевает эту красоту. Как говорится, не до него. Жалко, дома она бы нашла достойное применение. Место немного занимает, конечно. В Фуэрфергольд это бронза или Мессинг. Собственно, без разницы. Литье такое качественное. Ну, в общем, во всех отношениях. И качество работы, и изящество. Редкость здесь все в одно. Жалко. Вот очень интересная вещь. 400 евро стоит этот комод. Бросился он как-то в глаза. Классический барокк стиль. Резьба такая обильная. Но дело в том, что он закрашен. Вот эта краска под слоновую кость. Обычно к такому приему прибегают, когда большая утрата или реставрация неудачная. Но закрашен он давно. Как бы краска патина указывает на то, что это не свежий покрас. Утрат таких при беглом осмотре, по крайней мере, я не обнаружил. Резьба достойная. Здесь мифические такие сцены. Поэтому куда-то его поставить в большую комнату, конечно, за эти деньги он... Этих денег он стоит. Вот эти вещи шли когда-то просто на ура. Братья-китайцы их брали в свои рестораны здесь. Дело продажи было дело нескольких дней. Но дело в том, что последнее посещение китайского ресторана показало, что посетителей там стало в 10-15 раз меньше. Вот нам подняли НДС с 7 на 19 процентов. Все это на общепите сказалось. И вот эти вещи стоят уже не проданные. А когда-то, я говорю, да, это была хорошая находка. В продолжение темы азиатики. Вот эти вот две замечательные японские коробки. Как это называют? Планшеты, коробки. Это начало 20-го века, 1900-х года. Лак. Ну, вот так, кое-где тут, конечно, потрескался. Надо почистить, подреставрировать немного. Но вещи обалденные. Каждая стоит 100 евро. Но я оставил заявку за 50, я бы каждую забрал. Это черный лак, подкитайский лак. Но это Япония. Вещи обалденные. А знаете, куда я бы их приспособил и для чего выехать? Я бы их не на продажу, а для себя. Здесь гравюры складывать. Рисунки, гравюры. Ну, конечно, не Хакусая. Большая волна или 36 видов Фудзи, которые тоже бы здесь могли бы прекрасно разместиться. Другие, более скромные. Но, тем не менее, вот для гравюр, для графики, я их за 50 евро заберу, если пойдут навстречу. Порцелановые планшетки Мэйсон. Со знаменитостями, там, композиторы, поэты. Это, по-моему, 60-е, 70-е годы. Поправьте меня, если я не прав. По 100 евро каждый продает. Вот неплохой сундучок. Продолжение темы азиатика. Знаете, складывать сюда нетские, складывать сюда резные фигурки с кости. Как говорится, для формирования и оформления коллекции совсем неплохо. Что-то на все в одном, как говорится, стиле. Вот угловой Бидемайер. Такой шифонерчик, шкафчик. Еще себе в кабинет, как говорится, угол освободился один. Шпонированный он. Извечная проблема со шпоном, что он со временем отходит. Все-таки мне хотелось, чтобы одна часть его была открыта, как витринка. Как говорится, будем посмотреть. Итак, сейчас, как и обещал, покажу вам несколько своих покупок из серебра, которое я там приобрел. Вот тройка непальских, тибетских серебряных браслетов с камнями. Якобы опал, но мне кажется, как бы это не смола, как бы это не эпоксидка цветная. Хотя кораллы в другом вроде настоящие. Итак, 235 грамм они весят все вместе. Лодку приобрел я за 120 евро. Я исхожу из того, что это 800 серебро. Не чисто 50 центов за грамм я заплатил. Значит, как и обещал вам, после аукционной распродажи выглядит ситуация следующим образом. Остаются нереализованные товары, которые аукцион как бы в свободную продажу выкладывает. Вопрос в том, что некоторые аукционы берут комиссионные также свои 20-25 процентов. Некоторые от них отказываются лишь бы продать и сделать как бы гуд своему, кто принес этот товар клиенту. И плюс еще можно делать, что на этом аукционе можно спросить, что вот моя цена такая-то. Спросите, пожалуйста, у продавца согласен он или нет. И они звонят ему, либо связываются с ним, и он говорит, согласен на эту цену или нет. Но еще раз повторюсь, так делают не все аукционы. Вот еще одно приобретение, портсигар, 1924-39 год, Эстония. Так было заявлено, по крайней мере, в описании. 875 серебро, 260 грамм. Приобрел его за 170 евро. Это примерно 55 центов за грамм. Но с учетом того, что портсигары, они как бы всегда дороже. К сожалению, здесь нет держателей. Вот этих резиночек. Но, тем не менее, простой, без украшения, без мусора, без гравировки. Вот последнее приобретение. Это вазочка из Америки. Фирма Йорхан. Относительно так часто мне встречается. 925 серебро. Америка это, как правило, чистое серебро или почти чистое серебро. Без малого 300 грамм она весит. Купил ее за 220 евро. Ну, на этом, как говорится, ребята, сегодняшний обзор заканчиваю. Спасибо всем за внимание и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok